Вехи истории. О чем молчат памятники? Гражданская война и интервенция. Образование Карельской трудовой коммуны. Весной 1918 года в Советской России началась Гражданская война. Одновременно страны Антанты, преследуя свои политические интересы, начали вторжение на территорию молодой Советской Республики. Финские националисты воспользовались благоприятной ситуацией и предприняли попытку осуществить мечту о создании Великой Финляндии. Карелия оказалась в эпицентре этих событий. В апреле 1919 года в Северной и Средней Карелии шли ожесточенные бои с англофранко-американскими интервентами и белогвардейцами. Белофинские отряды вели наступление на Оланец и Петрозаводск. Белофины убили сотни мирных жителей и красноармейцев. Успешно проведенные Онежской военной флотилией Видлицкая и Лижемская операции позволили Красной Армии разгромить белогвардейцев и изгнать иностранных захватчиков. После победы в Гражданской войне началось административно-территориальное переустройство Советской России, в основу которого была положена идея о праве нации на самоопределение. 8 июня 1920 года ВЦИК принял постановление о создании в составе Российской Федерации Карельской трудовой коммуны.